Бисм الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه هجمعين أما بعد Продолжим морфологический разбор سورة الناس Мы остановились на айте ملك الناس царю людей ملك это имя по модели усилительной формы действующего лица то есть صوت مبالغة اسم الفاعل производная от глагола ملك يملكم ملك это اسم ثلاثير مجرد صحيح المنصالم это трехбуквенное имя без добавления правильное здоровое имя так как не содержит в себе одной из трех причин а именно слабой буквы хамзы и однородности عينا إلاما слово الناس мы уже разобрали в первом аяте إلاهن ناس Богу людей إلا это имя اسم в значении اسم مفعول в значении имени поддейственного то есть إلاهن в значении مألوهن тот кому поклоняются известно что форма или модель فعلن по которой пришло имя إلاهن может проходить в значении اسم مفعول имя неподдейственного как например فعلن в значении مفعول بنا в значении مألوهن и т.д. إلاهن это اسم ثلاثيون مزيدن بحارفن трех буквы на имя с добавлением одной буквы букву алиф после второй корневой буквы по модели فعلن صحيحن так как здесь нет слабых букв но غيروسالم так как его первая корневая буква является حمز من شَرْل وَسْوَاسِ الْخَنَّاس от зла наущателя отступающего من это حرف поэтому не будет здесь рассматриваться شَرْل это اسم الثلاثيون مجردون على وزني فعلن трех буквы на имя без добавления по модели فعلن значит основа у нас была شَرْل первая из двух буквы را сукунируна а вторая огласована что приводит к их слиянию в одну единую удвоенную букву را т.д. شَرْل это اسم الثلاثيون не содержит в себе слабых букв однако غيروسالم неправильное имя так как это مُدعف имя у которого عين إلام т.д. его вторая и третья корневые буквы являются однородными عَلْوَسْوَسِ это إِلِي إِسْمُ الْمَاسْتَلِ имя, которое указывает на значение мастера имени действия или же это по мнению других مُبَالُغَتُسْمِ الْفَعْلِ усилительная форма имени действователя в значении مُوَسْوُسْن نَوشَاتِل т.д. многое и часто наущающие от четырех буквного глагола عَلْوَسْوَسْوَسْا значит عَلْوَسْوَسْن это عَلْوَسْوَسْوِ является مُدْ но, определение термина «муд див для четырёх буквного глагола или имени отличается от определение трёх буквного глагола или имени так много трёх буквного слова это имея или глагол у которого عَلْوَسْوَسْوَسْا т.д. вторая и третья и корневая буквы является однородным как مَدда мадада в основе Мɑدдcido что касается четырёх буквного слова у которого все четырёх буквы корневые то здесь учитывается однородность Фа и первого лама, а также Айна и второго лама, то есть первая как третья, а вторая как четвертая буква. Как мы видим, здесь Восфуса и Восфасан, первая и третья буквы это Вау, а вторая и четвертая это буква Син. А что касается наличия здесь слабой буквы Вау среди коренных букв, то в подобных словах, именах или глаголах, у которых четырех букв на корне, это не имеет существенного влияния или значения, поэтому можно сказать, практически не рассматривается. Вообще известно, что Альфиал, Руба или Муджарду, у четырех буквного первообразного глагола, его мастер, имя действие или отглагольное имя приходит по двум моделям, это Фаалалатун и Фиалалун, как Восфусатун и Уисвасун. Некоторые считают, что модель или форма Фаалал с фатрой первой буквы может являться Мастерун, Шадзун, то есть отглагольным именем не по правилам, которые бывают только у четырех буквных глаголов Мудуа, то есть у глаголов, у которых первая буква подобна третья, а вторая четвертая. Таким образом, у нас получается, что Уосфас в этом имени является или Мастером, отглагольным именем по мнению некоторых, или Исмоль Мастерни, именем обозначающим значение Мастера, но не являющимся Мастером. Или же это Мубаалу Атусмиль Фаали, усилительная форма имени действующего, действователя. Третье мнение считается более правильным, так как это имя Уосфас описывается следующим за ним именем Аль-Ханнас, который тоже в свою очередь является Мубаалу Атусмиль Фаали, усилительной формой имени действующего Аллаху Адам.